Девушки отдыхают Игра была по-хорошему сумасшедшей, а от финальных титров так и вовсе можно было съехать с катушек. Прошел год, эстафету приняла Infinity Ward. И что же мы видим? Вместе с нами заливаться горькими слезами вы будете за просмотром видеообзора игры Call of Duty Ghosts от Playground.ru. Сильной стороной серии всегда был синглплеер. Одиночные компании, в какие бы дебри они не забредали, всегда удавались на славу. Ну или почти всегда. Что там у виной мы еще не скоро узнаем, но Call of Duty Ghosts это по сути первая игра серии, чей сингл оказался, ну не провальным конечно же. Но во всяком случае он уже не вызывает тех эмоций, которые переполняли с предыдущими проектами. И за это ответственна Infinity Ward, которая когда-то подарила нам шикарный ядерный взрыв в Modern Warfare и начала победоносную поступь Call of Duty по нашим кошелькам. Впрочем, с первого взгляда еще можно обмануться. Вступительная глава Ghosts то немногое, что осталось в игре от привычного сумасшествия. Миссия в космосе рядом с боевым спутником вызывает лишь самые яркие эмоции. Чего скрывать? Она проработана до таких мелочей, что можно с замиранием сердца следить за полетом из расходованной обоймы в невесомости. От гибели космической станции захватывает дух. А самоубийственная атака на спутник двух последних живых астронавтов в хорошем смысле напоминает тот самый ядерный взрыв. Не намного хуже обставлены и первые сцены на нашей с вами планете. Городок главных героев сочно разрушается, земля разверзается под ногами, все вокруг трясется и гремит. Главное не смотреть по сторонам во время забега по местному апокалипсису. Ведь если на звуковые эффекты автора не поскупились, то вот с активными разрушениями беда. На слух то они есть, а глянул в сторону просто трясучка. Первая проблема всего этого, с чем ну никак нельзя мириться в громком проекте 2013 года, это графика. Ну стыдно должно быть который год терзать несчастный и морально устаревший движок. Безнадежные попытки скрыть плохенькое качество картинки вызывают еще большую тревогу за разработчиков. На какие ухищрения они только не пускаются. Тут вам и модное освещение, и густые тени, и замыленный объектив собачьей камеры. К сожалению, для Infinity Ward реальная картинка очень часто и не вовремя проступает под тонной грима. Взрывы оказываются какими-то серыми и невзрачными всполохами дыма, а вертолеты даже за их гибелью следить совершенно неинтересно. Дремучую древность движка выдает и анимация. Персонажи частенько скользят по поверхности, дерганно меняют движение и слишком резко ерзают среди укрытий. На это тяжело не обращать внимания, особенно сейчас, когда мы привыкли к качественным играм. Качественным с какой стороны не взгляни. Вторая проблема – это, собственно, сама кампания. Мы специально не вынесли ее первой, чтобы не задевать ваши чувств, и постепенно подготовили к принятию очевидной вещи. Кампания в Ghosts плохая. Не ужасная, не чудовищная, просто плохая. Таким примитивным невзрачным словом идеально описывается и сама примитивная и невзрачная кампания. После вступительной главы авторы такое чувство сбавили обороты чуть ли не до нуля. И нате вам! Виртуальный тир, покатушки на грузовиках, окопная война. Как будто мы вернулись на много лет назад в Call of Duty 2. Что это? Зачем это? Вопросы как и почему тоже прилагаются. Вау-моменты никуда не делись, но обставлены они теперь совсем плохо. Посудите сами, ваш отряд скрывается под водой, вырвавшийся из разрушенной плотины. Вокруг шумом что-то рушится, картинно грохочет, а всего пару секунд спустя, да, снова унылый виртуальный тир. И так до самого финала. Мультиплеер вторит кампании в своей невзрачности. Нет, его язык уже не повернется назвать плохим, но он просто никакой. Любопытные режимы есть, разумеется, потратить здесь несколько вечеров вполне удастся. Но оставаться надолго почему-то не возникает желания. Глубокая кастомизация персонажа на время отвлекает от очевидных минусов. Но если в Black Ops 2 сетевые сражения захватывали без оглядки, то в Ghost ситуация противоположная. Оружие стреляет хуже страйкбольного. Уши чуть ли не истекают кровью от пластмассовых звуков. Игровые арены, такое ощущение, стали еще меньше, еще уже и теснее. Куда подевался яркий масштаб и безумная красота схваток из Black Ops 2? Отвечаем, в Black Ops 2 все это и осталось. Пожалуй, Триарк окончательно получила статус лучшего разработчика серии. Что не помешало и, да и вряд ли помешает, издателю срывать огромные джекпоты на продаже копии игры. А еще в игре есть печальный собачий стелс. Вы дистанционно управляете верной собачкой, которая свирепо грызет противников. А находящиеся в 5 метрах от этого враги не обращают никакого внимания на павшего товарища. Потом они даже могут пройтись по тому месту, где, как подсказывает интуиция, собачка оставила труп. Кто-то поднимает тревогу? Ага, если бы. Добавьте совершенно нелепые звуки стрельбы оружия, складывается впечатление, что стреляешь скорее из авторучки. С другой стороны, есть и изумительные загрузочные экраны между сюжетными миссиями, которые синемофилам напомнят вступительные титры к ремейку «Девушки с татуировкой дракона». Есть узкие коридоры уровней, за которые нас старательно не выпускают, приклеенные к земле коробки и размытые текстуры. А есть чудесный сетевой режим с инопланетянами, который подкупает своей безбашенностью. Вся игра построена вот на этих противоречиях. Что-то хорошо, что-то плохо, а общая картина уравновешивает все за и против. Call of Duty Ghosts отпускает рамку серии до неприличного уровня обычного, простите за бездарную лексику, крепкого середнячка. Этого ли мы ждали от одного из лучших игровых боевиков современности? Спасибо за внимание и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok